Ну и SF забирает себе команда LGD, Ancient Operation отлетает для команды Вичи Гейминг. Нормально. Ancient Operation, Darkseer, Rubik, Лина. Хорошо так. По уму, я бы сказал. Одни интеллектуалы в составе команды Вичи Гейминг. Ну и коллектив LGD. Гирокоптер, Туск, Шейкер и Шадоу Финт. Ну и последние баны. Кого не хватает? Командир LGD, SF. Мидлейн, Гирокоптер фармить, Туск сложный, Шейкер, Дазл, да? Винга, Венжи Фулл Спирит от Вичи Гейминг. Бан, конечно, но тем не менее. Ох, Спектру подальше до Парэйшена забанили. Молочаги. Ну это нормально. Фантом Лансер от ВГ. Я и говорил, что они нихрена не будут выдумывать. Оно им как-то ни к чему. Просто Фантом Лансер в пик ВГ и поехали. Ancient Operation, Darkseer, Rubik, Лина. Ну а здесь LGD Гейминг. Еще один саппорт. Виверну забанили. Есть Дазл, есть ВД. Собственно, что... Нечего выдумывать вообще. Туск, Гирокоптер, Шейкер. Наверное, под Мастер Сказ ВД. Нет, Визаж от LGD Гейминг. Вот такие дела. Уже пободрее как-то немножко стало с ВИЗажом в пике. Команда Вичи Гейминг забирает себе Фантом Лансера для Хао. Ancient Operation Fenrir. ICCS будет играть на Darkseer. Fyye. Это Рубик. Супер. Это Лина на Мид Лейн. Со стороны команды LGD Гейминг. Сайлер берет себе Гирокоптера. Яу берет Туск на Сложную. Ксяуэй на Шейкере. Мэйби будет играть на Shadowfin D. И... ММАЙ. Вот, наконец-то. Я не забыл его. ММАЙ будет играть на Визаже. 10 секунд remaining. 5 секунд remaining. И все, в общем-то. Игра началась. Пожелаем удачи командам. Вичи Гейминг. Первую выиграли. Вторую проиграли. LGD поединок. Плюс морали. Хотя тут, в принципе, матч в формате Best of One. Никакой плюс морали. Яуэ уже топает на Мид Лейн. Уже пошел что-то там вардить. Супер Яу не увидел. Оба увидели друг друга. Вичи Гейминг знает, что здесь есть Вижен у команды LGD. LGD знает, что здесь есть Вижен у команды Вичи Гейминг. Все очень просто. Тут никто никого зацепить так и не сможет. 30 секунд зацепить. 30 секунд зацепить. На шейкере. На шейкере и ММОАЙ будет играть на визаже. Со стороны команды Вичи Гейминг. Супер играет на линии Мид Лейн. Фин Рир в супер-пупер шлеме. Будет саппортить у нас. Хау на Фантом Лансере. И Файт тоже, по идее, нянька. К Фантом Лансеру. Айсайсайс. На Дарк Сири в соло отправляется сложную линию. Простенько так. Со вкусом. С каждой стороны. Простенько так. Ну и Супер, по идее, имеет непростую задачу. Мэйби на эсэйфе в матче против команды Виртус Про просто наказывал ВП. Конечно, Вичи Гейминг может и не ВП. Но там тоже неплохой у них Мид Лейнер. Прямо отжигает аквизаж. В это время забирает у нас Айсайсайса. А посмотрим-ка мы, как все происходило. Как уходили герои. Так вот уходили герои, а Айсайсайс просто огреб. Ну и забежал далековато. Первый фраг для команды ЛЖД Гейминг они уже повели. Ну и по фарму, по идее, должны игроки ВГ, мне кажется, тащить Фантому Айсер. Все-таки, хотя нет, здесь эсэйф. По общему графику этот эсэйф должен перефармливать Супера 100%. Посмотрим. Естественно, Супер будет и спамить нон-стоп. Вся Уэйл закрывает Супера. Еще один Койл от Мэйби и минус. Мид Лейнер команды Вичи Гейминг. Чет 2-0. ЛЖД начинают отжигать со старта. У Сайвера уже почти есть фейсбутсы. 7-2. Странно, откуда деньги? Хотят, что там тех фейсбутсов они недорогие. У него ничего, в принципе, не куплено было, поэтому фейсбутсы ранее появятся у Гирокоптера. И давление тоже, наверное, будет достаточно ранним от команды ЛЖД. Дэмэдж будет для Гира, поэтому бежать и бить тем же Рокет Баражем можно за Кенон. Сайлер, по идее, будет наказывать здесь на сложной Айсайсайса. Ну и дэнает практически все Сайлер. Для него удобная ситуация. В общем-то тут ММА близко не подпускает. Айсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайс. С километра вынужден давать Айншелл и близко не подходить. У Сайлора уже есть деньги на фейсбутсы. Просто надо добраться до магазина. Ну как раз так крипы удачные подходят, что Сайлору фейсбутсы уже сейчас можно купить. Он за ними и отправился. Три минуты у него уже 76 дэмэджа. Скорость бега приличная. Контроль крипов тоже удобный теперь. Ну и от тех же крипов по Айншеллам бегать можно. Центральная линия мэйби 13 на 10. Супер 10 на 4. Вот тузка 2 на 0. Ох, загнали. Вот это загнали Яо. Ну и Хао здесь все фармливает. У него топ крипстат на карте 22 на 7. Хао приличный, конечно. Фермеры об этом все знают. Ну и по статистике Хао считается лучшим игроком команды Вичи Гейминг. А Вичи Гейминг одной из лучших коллективов на данный момент в мире. Поэтому все честно. Алину еще раз разбирают 3-0 ЛЖД Гейминг. Шадоу Финн забирает второй фраг для себя. Опять не без помощи Ксяуэйта. Директор пошел решать. С детства за Директора, так сказать. Добл дамаж. Сайвер 24 на 14. 29 на 8. Фантом Ланцер. Хао, как я понимаю, дуппельгангером. Зайвейдил. Шард. Ну тут, блин, концентрация, конечно, максимальная. От итога этого матча зависит судьба финалиста Узеров. А это минимум топ-3. А минимум топ-3 это минимум 2-100, по-моему. 2-100, точнее. 2 миллиона 100 с чем-то тысяч. Побежали за Айс 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 Айсом. Вот для этого нужны были фейсбутсы с Айлору. Не успели. Там есть, в принципе, чем уходить. Через Сёрдж быстренько. Айс сваливает 3-0. По золоту ЛГД 1000. По экспириенсу ничего ЛГД. Ксяуэйт вторую игру уже играет на Шейкере. Первая... Первая, кстати, не на Шейкере, по-моему, была у Ксяу. Но вторая на Шейкере была удачная. Продолжение следует... Так, а ну-ка, по лайнам. Ну, Хао нормально держится по Крепстату. 42 на 17. У него счёт 43 на 17. Против него Герокоптер. В принципе, номинально 36 на 23. Ну и Мэйби 32 на 13 против 27 на 7 от Супера. По идее, два героя вот эти, Хао и Супер, примерно равны имеют. Нетворс, как Мэйби и Сайлер. Нифига вообще. Мэйби и Сайлер на первых и вторых позициях. Дальше Хао и Супер отстаёт очень даже прилично. Это по Крепам так. А вообще, команда ЛГД фраги ещё делала. Не стоит это забывать. ЛГД впереди. Не на много, конечно, но тем не менее опережают своих соперников. Ксяо Эйдж ждёт момента Айс-Айс-Айс и застопить. Будут, наверное, забирать шестой левел. Есть у Герокоптера кулдаун. Где-где-где. Есть. Не надо давать кулдаун Герокоптеру. А Ксяо ждать момента, когда Сёрдж будет проюзан, чтобы дать фиссуру. В общем-то, это так работает. Туск приобретает себе Аркан Бутсы у Шадоу Финда. Рейсбенд есть. ПТ, Маджик, Вонт, Боттл, 500 голды сверху. Герокоптер забирает. Это то, о чём я вам говорил. Давайте детально теперь посмотрим. Вот уже своими глазами. Дота, не болей. Что? Как так получилось вообще? Вот это крутанул я, ребята. Вот это поворот. Сейчас вернёмся к матчу. Далековато. Дота загнала меня к моменту пика. Короче говоря, здесь убили того, чьё имя не называют вслух. Айс-Айс-Айс отправляется в таверну. Счёт становится 4-0. В LGD просто, видимо, на крыльях после прошлого матча. ВГ их наказали в первом матче очень сильно. Под смоком Яо видит двоих. Айс-Шард не даёт на хайграунд. Все сейчас здесь остановятся. Ксяо Эйд стоит. Все стоят. Но мы пришли забирать крипов здесь и игроки команды LGD. Они их и позабирали. Ну и ушли сразу. 9 минут сыграно. Золото под 2 должно быть, по идее. Экспириенс тоже где-то под 1000. Герокоптера ещё один фраг. Вы что это такое? Это как вообще происходит? Что творится? Я не буду перематывать, но его нафиг. 5-0 счёт. Айс-Айс-Айс. Не знаю, но один из самых стабильных игроков команды ВИЧ и Гейминг. 0-3-0 идёт Дарксир. Уже 5-0 по фрагам. ВИЧи формят крипов, а эти формят ВИЧи. Эх, сейчас бы пропустить 5 фрагов из 5. Эфуай Финрир. Под смоками. Дороговато будут фраги их стоить. Если заберут, Ксяуэйт и видят. Улта пошла в Ксяуэйт. Улта аппарата. И раздула здесь бедного Ксяуэйта. Шейкер погибает. Дальше за ФИ. Фамильяры. Нормально дэмэджи. Фамильяры за ФИ. Фамильяры возвращаются. Первый фраг для команды ВГ на 10-й минуте произошёл. Смотрим, сколько заработали по голде. По идее, много. Мукафайд рекап. 370. Нет, немного. Совсем немного. У Айса 6-й левел. Сёрф 2-го Айншел 3-го Волов реплика прокачана. Ну как-то так посмотрю я по активности команд. Они где-то минут на 95 планируют игру. В которой Вич и Гейминг выиграют. В литу затягивать против Фантом Лансера. Гирокоптер классная тема, конечно. Но ПЛ мне больше внушает доверие. Ну и Вич и Гейминг не волнуются. В принципе-то это всё было до 10-й минуты. То, что было до 10-й минуты, остаётся до 10-й минуты. Я говорю, конечно же, о фрагах. Преимущество тут. 5 раз по фрагам. 5-1 счёт. Они всего 1400 выигрывают. По экспириансу вообще почти ничего и не выигрывают. Так что Вичи могут тут не паниковать сильно. Чего-то мало что зависит. У Десса появляется. Хедреска. Рецепт на Баклер. И всё. Супер. Став. Визадрис. Сейдж Маск приобретает. У Супера. Где-то там на горизонте. Йоул замаячил. Хотя ещё собирать и собирать. Радиент. Топ-тауэр. Супер. 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 ЛГД тем не менее давят. Но Вичи Гейминг сейчас играют в супер пассивную доту. Как бы не натерпеться от неё. Они уходят куда-то глубоко на свою половину. Они не фармят на линиях практически. Отдавая тем самым фарм своим оппонентам. Где-то там Хао подфармливает. Но тоже посмотрите как далеко от основной пачки крипов. Он не пушит. Он не давит. Но здесь Сайлор прилетел на гирокоптере. Ксяуэйд подойдёт. Попробуют наверное забрать Хао. Гирокоптеру против Пейла не так-то легко. На самом деле. Потому что через Дуппельгангер тот же кулдаун легко и выйдется. Куда полетел Пейл? АПЛ полетел на базу. А вот команда Цедек в моменты файта. Массово. Бегает вместе. Поэтому команда Цедек уже давным-давно наказала. ЛГД в частности. И уже стоит в гранд-финале. Ждёт своих оппонентов. Айс. 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 0-4-0. Странно. Вообще странно. Вот от Айса ожидать такого счёта. Любовь. Понятно, что со всеми бывает. Это Дота. И прочие занудные истории. Но тем не менее. Айс четыре раза отправился в таверну. Шесть киллов команды ЛГД. Было сделано из них. Две трети на Айсе. Д Дая третья монет. Массово. Д ИЯ- Массово. По нижнему лайну. Команда LGD Gaming. Там ДД я наблюдал у Мэйби. Даггер есть у Мэйби, кстати. Никаких Юлов, зато есть Даггера. Кто-то, кстати, Юл собирал, но это Лина была. Вот команда Вичи Гейминг уже, по-моему, все готово. Нет, еще не готово. Еще нет денег у Супера на Войт Стойк. Ну, близко он к этому, но пока еще нет. 3000 LGD золота, 2,5 экспириенс. Погоня пошла за Сайлером, надо поднимать. Барабаны провязал Сайлер. Поднимают Сайлера, возвращают назад. Я уже здесь. На ФА даже ТПАУТ не успеет сделать. Успевает. Ракеткой последней по голове могло бы накатить. Успел уйти. Ну, и команда LGD. Раз собрались, надо пушить. Заповедь любого... ...ни рака. У ТАПА РАТА! По двоим. Нет, даже по троим. Мэви тоже зацепил. Тауэр в итоге забирают. Пытается поймать Ява здесь. Фенрира. Фенриер уходит. Так, а что это у шейкера за штукенция? Там коммун оружие. Странно. Даже не иммортал. У него и питомец мортал. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и выходят на Тауэр игроки команды LGD Gaming, а Вичи где-то гуляют в это время. LGD просто их раздавят. 3000 золота, полторы экспириенс, пошли в свой лес. Барабаны провязали, знаю, что кто-то где-то здесь гуляет, кто-то где-то здесь умрет. Вот, Ксяуэйт видит ФА, забирает Татэм ФА. А толк это Татэм? Ну, Татэм, ну, кстати, Шейкер это разорвал, он ФА тоже забирает. ФА погибает и размен один в один. Кстати, Вичи гейминг нормально здесь заработали, ФА в соло здесь деньжищ поднял. 14 голды поднял ФА, несмотря на свою смерть, и чуть-чуть даже линии капнули. В это время Хао забирает Тауэр на топ лэйни, Доппельгангер на хайграунд, и до Хао доберутся. Мэйби разультился, ай-шарт по Хао. Обжали дальше за ним. Сигил пошел у нас от Яо, Хао в обратную сторону. И у ульта аппарата минус тоск. И дальше за Шадоуфиндом. У Супера есть задувка. Чего нет? Супер. Супер не пошел. Пошел, Мэйби, значит, видимо уходил. Ау, Мэйби Даггер, да, Мэйби Даггер аут просто сделал. Ну и приобретает Хао себе Дефьюжел Блейд. Нормально, Вичи гейминг закомбечили. Слегка, конечно, но факт остается фактом. Ну и по фарму ЛЖД впереди, хотя ненамного. И Чи гейминг, давайте пройдемся по артефактам. Почти 20-ая минута уже у нас. А Транквил Буци есть у Фенрира. Глоссов Хейст у Ancient Operation будет Мидас себе собирать для Аганима. Естественно, Дефьюжел Блейд. Есть Phantom Lancer, Родрама Фендеранс, Ринг оф Аквила. Здесь Дарк Сир. Мека есть, Сол Ринг. Ну и пока ничего. У Ася обычный негрей, жены тапок. Лина с Еулом и обычным тапком. Супер. Ну, 11-го левела есть уже вторая... Второй Лагуна Блейд. Рубик от FY есть. Однов Шадоус, Аркан Буци, Маджик Вон и Свиток Портала. Визаж со стороны команды LGD Gaming. Медальонов Кураж, Транквил Буци. Герокоптер 2 800 после Огр Клаба. Сайлер уже сейчас будет МКБ. Ой, МКБ. БКБ, конечно же. Денег, в принципе, достаточно. Все, БКБ полетел. Здесь БКБ одним вообще полностью собранный несет себе Мэйби. Две БКБшки сразу. Помимо этого у него есть Даггер, у него есть Ботл, у него есть ПТ и Аквила. Мэйби хорошо себя по фарму чувствует. Ну и Шекер Цяуэйд плохо себя по фарму чувствует. У него худший нетворс на карте. 1800 с копейками. И в спину пытаются зайти команде ВИЧ и Гейминг. Игроки команды LGD у них может получиться. Под смоками. Так, прыгает Шадоу Финт. Начинает наваливать коэфлай. Поднимают его. Байт на Мэйби. Вот это забайтило. Конечно, убьют двоих здесь. Но, блин, такой тупой байт. Просто шопа какая-то. Просто выйти и слиться. LGD, что вы творите? Как это вообще возможно? Ай-яй-яй-яй-яй. Сэф просто вышел, огреб в таблицу. Получил Лагуна Блэйд. Зато мы забрали Рубика. Охренеть вообще. LGD, конечно, заработали здесь. Но взять Сэфа, отдать топный творц на карте. Что он думал? Что от него будут убегать? Да вообще стеклянные глаза там у Лина. Развернулась Лагуна Блэйд, впендюрила. В следующий раз она будет с Аганимом. Приходи еще раз. Ну, жесть. Это жесть. LGD. 2000 по золоту. По экспириенсу... 1000 для них. Как там гирокоптер? Сайлор после Блэк Кинг Бара уже имеет 1300 на руках. А Хау в это время 1800 после диффузов. Хау по нетворцу проигрывает. Сайлору на 1000. Такие дела. Ну и Мэйби немножко подслился. Это просто весело было. Лина отстает сильно, конечно, по фарму. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Ну, команды как-то перепассивничали. По-моему, 11 фрагов за 22 минуты. Это долговато. Не для этого Интернешнл. Мэйби есть Даггер. Есть Блэк Кинг Бару. Сайлора. БКБ Холмов Доминатор. Фейс Бутцы. Драма Фендеран. Слингов Аквила. Иди давить. И смотреть даже нефиг. Иди бей их. Вроде как, перефармлено два героя топовых. Герокоптер плюс СФ. Ну так иди и отрывай лица. Почему ЛДД скромничает, до сих пор не могу понять. Бояться может что развернутых. Но если не нападать, там Фантом Лансер выфармливает. У Хао уже есть Бутсов Тревел. Поэтому, естественно, скорость фарма повышается. Потому что он вездесущий становится. Ну и преимущество ЛДД теряется. Потому что они не дерутся. Команда Вичи Гейминг их сотрет в хлам. Я почти уверен. Да, их просто по такой игре перевернут. Потому что там аппарат. Аппарат переворачивает драки. Там Фантом Лансер. Который долго и методично будет пилить всех. Бэл уже себе на Яшу начинает пилить. Там Айс с Меккой. Да все классно. Здесь Мека есть ли? Нет никого Мекки. Нет. 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 Нет, нет. Мекки нету. Команда ЛЖД. Они вообще без отхива. У аппарата уже есть деньги на Мидас практически. Аганим станет появляться в УВГ. Ну затянуть где-то минуты до 50. С Аганимом будет аппарат, например. А Фантом Лансер будет со всем, что ему необходимо. Просто пойдет и унесет команду ЛЖД. Под ультой аппарата драться никто не будет. Это невозможно в принципе. И вот ульта аппарата полетела вниз. Цепляет Сайвера, цепляет Мэйби. По идее здесь Хау уже мог бы врываться. Ну, не рискует. Рубик отсюда уходит, а в ЛЖД просто забирают Тауэр. Супер пассивная дота. Прекрасная дота. Интересная. Захватывающая. Хочется смотреть ее вечно. Ну, есть подозрение, что мы будем с вами ее смотреть вечно. Поэтому не расслабляйтесь. Тысяча ЛЖД гейминг и меньше тысячи тоже для ЛЖД. Еще давят. Но в ЭГЭ тоже перепассивничает мастера. Так что это нормальная тема. Как-то в ловушку обе команды попали. Непонятно, как дальше быть. Как фактиться. Все, АССА сразу тэп аут. Сразу же. Цена поражения слишком велика, поэтому от китайских коллективов необдуманных решений здесь ждать совершенно не стоит. Рад анализ. ... Радиан см book запас起來. ... ... ... и посмотрите они просто не дерутся можно я не знаю поспать лечь пока команды соберутся пофайтится фенрира есть мидас бросил себе вот фенрир приобрел команды lgd ловят фантом лансера хау доигрался не пожалели ульту xiaway забирает по сути ну такую львиную долю дэмэджа вносит sf забирает этот фраг 660 голды 1600 экспириенса и пойти назад на базу вот т2 кстати почему его не бить а потому что не бить его мы не хотим драться и никто против кроме пэйла бить то и не мог но понеделье что сайвер заберет сам сайвер не заберется на просто разворачивается и уходит это вора падает в очаге вичи гейминг продолжает пассивничать да пассивничает и все выходят на товары как и команды lgd bkb еще ни разу здесь не юзан bkb ни разу не юзан здесь и пока бы здесь уже по 10 минут у каждого вы чтоб издевайтесь развалили tower на топе игроки команды lgd и уходят куда уходят так хоть куда в свой лес можно пойти похормить до центре должен был быть вообще от команды lgd на всякий случай вдруг что удовлетворяется абсолютно абсолютно удовлетворяется таки к этому моменту уже шампанским обливались у себя в раздевалке или где у них там в комнате так в это время сэр разульдился рубика забирают потеряли шейкеры игроки команды lgd ну и вот он файт один в один хоть что-то там хоть как-то там lgd зарабатывает 798 а они еще и фенрира забрали фай фенрира отправляются в таверну двух саппортов молочаги и на рошана ммай зашел какая смелость ну нормально теперь можно и попакится мэйби уже 200 ими 2 200 даже в уголде есть у него с энджин яшей есть бкб есть даггер пауэр трэдс классно все шейкер на медлейне а эго падает на команды lgd они готовы я так понимаю идти атаковать теперь после этого ну вроде как вот попинговали на тавер на топ-лейне на ботом точнее войне хао в это время иллюзиями перед товара хао и дальше будет очень опасным хао уже есть яша у него копейкой остается до алтимой торба дальше мотостайл дальше издевательство над любым оппонентом так как так дота не болей и фай тут забыл когда последний раз видел вообще соперника чтобы состилить у него хотя бы какой-то спел фейдболт и бежать да 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 гераут и и тп аут смотрите фейдболт даст и просто валить скади приобретает себе гирокоптер под смоком команда lgd gaming вот он вот он смельчак идут за ним но не увидят же его он не появится здесь и не встретиться с фаем никак фа не палится на карте я у стоит в кустах стоит в кустах ой какой удачный варка врывается я у сразу на фенрира не трошь уже варды прокатили шариком мы без руки разваливает ли ну лоу хпшный здесь тут стяжка постольку поскольку 2 0 команда lgd gaming этот файт заканчивает 14 5 общий счет все сразу дебау бежать 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 ну что-то сделали не так мы не должны экшен организовать мы должны фармить нужно больше золота 19 фрагов за 32 минуты лол гейминг 6000 lgd и 8 экспириенс тоже lgd ну да гир приобретает себе шейкер 33 минута но ксалу тут постарался конечно у него худший на творчество карте фенрир тут уже отжигает у него есть хенд оф медаса файна рубики есть даггер аркан бутсы ммай на визаже медальонов кураж угр клапу и бустер 1200 на руках 800 голды до аганимом туск даггер есть глимер кей полторы тысячи на руках у яут арксир даггер меккап аркан бутсы соли ринг лина юл даггер септер аганим конечно же као на фантом лансере приобретает себя манта сталь у него есть бутсов тревел и желтой барабаны аквила и magic wand и гирокоптер предпоследний по фарму это с конца конечно же а я вскоре бкб фейсбуц и доминатор драма фендеранс все круто и мэйби на эсэфе есть у него бкб даггер сэнджин яша скорее всего шива сгвард я душево айф скади для мэйби мне кажется был в это время разбивая tower внизу а команда lgd tower помид лейну развалена гирокоптер уходит формить линию а а чё он не ну а чё эсэф уже принесет тебя эскаре так что тут у нас происходит у нас ловят супера сайсайс что был здесь что не стяжка на хай граунд но это стяжка бедных дико крылов потрошителя не просто в панике и просто не понимают за что это им кто как что никому не перешли дорогу цветной станку только что черно-белый стал цветной это он уже с небка смотрит но то перчет страстного видимо плохие новости для все однако крыло потрошителя так 8000 жили по золото и по эксперт 13 ну и мэйби уходить отсюда яга у него есть мэйби тут терпит конечно ну и вроде как живет бкб от мэйби я его просто так сбивать не решился и мэйби отсюда уходит сф как раз ояги стеряет вот-вот точно мог бы попасть очень жестко мэйби в итоге а яга восстановила ему все хп по сути то же самое что потерял рэдианц ботом тава из-under атак рэдианц ботом тава из-under атак рэдианц ботом тава из-under атак Ну, они просто опять отказываются драться. Стороны стоят, 37-ая минута у нас уже идет. Да чтоб Phantom Lancer просто расформился и расковырял команду LGD. Я буду прям-таки, сказать откровенно, очень зло счастлив. Тут Хао просто обязан наказать LGD за эту пассивную доту, которую они показывают. Ведь и гейминг пассивничает, потому что они слабее. Им надо сушить игру, это понятно. Но LGD не давит своих соперников. Почему, не могу понять до сих пор. Аппарат еще тут подфармливает кое-как. Скоро аганим, ну как скоро. Так доживут LGD, если доживут до аганима аппарата, точно вам говорю, это конец игры. На этом все и закончится. Хао уже по фарму 3000 на руках. Но сейчас будет Тараска, как с ним потом драться вообще не ясно. Тараска или бабочка, например. Но МКБ будет у гирокоптера, поэтому, наверное, бабочку нет смысла. Но тоже вещь не лишняя. Кантом Лансер улетает на топ. У Хао есть время фармить, он фармит. Остальные пусть бегают сами здесь. Дарк Сир, Даггер. Ну и мы просто вернулись в 2012 год. Ребята, это жуть просто. А не Дота. 10 тысяч LGD. 15 тоже LGD по экспириенсу. Жду камбэк от Хао. Прям жду и верю. Ехоу мы, по-моему, играли против АГ или кто там против... Да, Ехоу мы против АГ играли, когда... Дали Хаоу на спектре расфармиться. И потом, как раз таки после 40-й минуты, все и началось. Для соперника командовича гейминг. Хао из той степи... Как раз Фантом Лансер из той степи, где фарм невероятно важен. Будут артефакты на Фантом Лансере. С ним вообще ничего не сделаешь. Дайя. Дайя's bottom tower is under attack. И МКБ появляется у Гирокоптера. Поэтому Хао тут... Да, Хао тут и думает о приобретении Тараски. Гирокоптера поймали. Сайлор доигрался, наверное. Сайлора просто распилили на куски. Ксяуэй забирает здесь Дарк Сира. Забирает много кого забирает. А Хао просто идет и на пиво. Хао доппельгангер валит отсюда. Мэйбе в это время бьет по суперу. Хао бьют. Хао старается уйти с файта. На ним бегут фамильяры. Через секунду будет доппельгангер на ХГ. Хао отсюда уходит. Забрали всех, кроме Хао. Но ПЛ выживает. Он продает сейчас барабаны и покупает себе... Продает барабаны, говорю. Продает. Продавай. Не продает. Или, я не знаю, или Аквилу продает. Покупает себе Тараску. Хао не рассчитывает на то, что его сольют. Быстренько он и так нормально фармит. И фамильяры здесь, и линия здесь. Ну, Хао сейчас, по-моему, просто уничтожит оппонентов. У Хао уже есть виталити бустер. Остается копейки до приобретения рецепта на Тараску. 1400 он стоит. После изменения так и есть. Да, 1400 рецепт на Тараску. Но уже у ПЛ он будет. 40-ая минута. Убивают всех, кроме Фантом Ланца. И так будет дальше. Готово Тараска для ПЛ. У него деф от 24. У него ХП сейчас будет 2700 где-то. 2750 даже. Ой, дурачье, конечно, я лошади. Что они делают? Они просто копают себе могилу сами. Здесь ульта аппарата и стяжка от Дарксира не алло вышла. Сейчас же все зайдет. Смоук есть ли у кого-то? Есть смук. Провязали смук игроки команды ВГ. У Дарксира есть даггер. Поэтому если ворваться, тут просто разрыв будет. По кустам тусят игроки команды ЛГД. Ждем рифа Цира. Цирр. Стяжка в ульту. Нет, не успевает Цирр. Дарксира разорвало. Пока что минус 2 от команды ЛГД. И Яо отходит отсюда. И все отходят. А здесь Лолину расковыряли. Да как вы деретесь? Вичи Гейминг. Финалисты прошлого Интернешнл. Вы это что такое вообще? И это какой-то позор. Нет, правда. Вичи Гейминг просто отстойно дерутся. И ничего с этим не поделаешь. По дефолту. Правда, тут просто смешно все это смотрится. Ульты аппарата. Ульта того же Дарксира. Просто разрывают на куски. Хао в итоге файт не влезает совершенно. У него нет байбэка. Я прекрасно это понимаю. Но это не повод брать и отдавать свои стороны. Потому что одна сторона, вторая сторона. И дальше ЛГД будут отрываться. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пошли за Фенрира, ну куда ж ты вылез, а? Ой, ВГ, ой, Рахиты, ой, тяжело, кака? Как тяжело просто собраться, ребята, это же, это конец. Есть Фатом Лансер, который реально может вытащить всю эту катку за уши. Но при этом есть еще четыре героя, которые постоянно по ПД идут и сливаются. ЛГД не то, чтобы особенно давят, ЛГД сами тут пассивничали, ну, очень долго. Теперь у них преимущество огромное, и они готовы заходить его реализовывать. Дождались, хотя иллюзии Фантом Лансера, без самого ПЛа, просто идут, убивают Сайлора. Тут даже думать нечего, подставляется Лина от Мэйби. Где ж ты такой, вот Супера точнее, где ж ты такой Супер был в игре против команды Виртуз Про? Такой нелепый вообще и непонятный Супер. Сайлор от Фантом Лансера ситится. Хаос сам не нападает, все через Доппельгангер, через иллюзии. Хаос стесняется, потому что у него команда отдалась, и их втроем сидят в таверне. Теперь Хаос должен терпеть. Айгу спевают Гирокоптерову. И центральная линия отчасти упала. Рыжевой барак стоит, милишный отвалился. Жесть, это просто истерика. Хао теперь сам Соло сольется. Все, Хао нет байбэка, это ГГВП. Это ж стоило этого ждать. Стоило ждать этого момента вонючего, тупейшего момента. Стоять, ждать 40 минут, когда тебя придут и снесут. И при этом умудриться посливаться. Либо вы стоите на хайграунде, не спускаетесь. Либо вы идете и деретесь. Но стоять на хайграунде, копить энергию там, силы. Выфармливать своего керри, чтобы потом пойти отдаться по одному, по два. Это, знаете ли, вообще не по-чемпионски. Поэтому LGD 100% здесь правы, что наказали команду Вичи Гейминг. По сравнению с прошлым раундом, с прошлым турниром точнее, Вичи Гейминг останавливается здесь на четвертой позиции. А в прошлый раз они были вторые. Так что вице-чемпион теперь далеко от пьедестала. Ну как далеко, прям под пьедесталом на самом деле. Смотрит, как там будут на третье место подниматься LGD, на второе ЕГЭ и на первое ЦДЕК. Ха-ха, все предвидел. Ну все, тогда небольшая пауза и попрощаемся.